новым ужесточением миграционного законодательства Грузии, какая там ситуация у армянской общины, какие проблемы, решаются ли эти проблемы, и если решаются, то на какой стадии процесс решения находится. Вам слово, господин Полян. Значит, я представляю Ахакалатский офис по развитию государственных сервисов Министерства и Уститрии Грузии. И приветствую вас насчет вопроса. После принятия нового закона миграционного законодательства Ахакалаки начались процессы, которые до сих пор продолжаются. Что было в самом деле? У нас были люди, проживающие в Грузии, но граждане другого государства. Они были гражданами Армении, России и так далее. Они проживали у нас годами, десятилетами, и у нас не имели регистрации, обыкновенной регистрации. И после этого закона, когда уже нужно было, чтобы обязательно, когда человек проживает гражданин, его государство проживает в Грузии, нужно, чтобы получить постоянный вид на жительство. Или вид на жительство просто. Или получить гражданство. После этого у нас началось массовое получение документов. Самое главное для нас были документы, чтобы мы документировали людей. Они не имели... Были категории людей, которые вообще не имели документов. Были категории людей, которые годами проживали в Грузии и не имели соответствующих документов, чтобы здесь они могли реализовать свои даже социальные, экономические и культурные права. И после этого у нас массово началось предоставление наших гражданам вид на жительство, двойное гражданство. И этот процесс до сих пор продолжается. Я хочу сказать, что массовый поток людей был в месяцах ноябре, декабре, январе. Но в данный момент уже эта проблема решена. У нас осталось только очень малое количество людей, которые имеют проблемы не с законодательством, а имеют проблемы с конкретными своими документами. И они тоже, уже этот процесс идет, они тоже взяли уже соответствующие документы, исправление идет. И так как этот наш закон продлен до 1 июля, у них время есть, и они успеют и получают, они тоже получают соответствующие документы. Господин Полян, у меня вот такой вопрос. Вы, да, да, сказали о том, что происходит, на каком этапе находится. Но есть жалобы со стороны граждан, которые отмечают, что несмотря на то, что этот срок продлен до 1, да, если я не ошибаюсь, июля, применение вот новых правил, они отмечают, что когда проходят через таможенные КПП, их оштрафовывают, говорят, и когда они ссылаются на закон, что этот закон продлили, и они могут спокойно ездить туда и обратно, им отвечают, что до нас еще не дошли эти новые поправки, мы ничего не знаем об этом. Вот по этому поводу, что вы можете сказать, есть такая информация, есть такие беспокойства? Значит, насчет этого, я думаю, что, я не знаю, конкретные факты могут быть, но это проблема самих граждан. Почему? Они не знают, что позволяет им этот новый закон. Тот вопрос, который вы задали, это, вы сказали, что они пересекают границы, но новый закон позволяет, что они жили, они остались в Грузии и получили это вид на жительство. Новый закон не позволяет, чтобы они пересекали границы. После пересекания границы, этот закон, эти льготы, которые были для оставившихся здесь людей, эти льготы уже не действуют, уже действует закон. А для получения вид на жительство, они должны остаться в Грузии, на территории Грузии, чтобы могли осуществлять свои права и использовать свое положение. Это незнание граждан. Мы для этого очень много делаем, даже у нас уже напечатаны на армянском языке специальные брошюры, где все это написано. Кроме того, как мы все это объясняем, там, людей на месте, мы и специальные броши готовились, чтобы они лично ознакомились, что этот закон позволяет, и чтобы там не было недоразумений. Это незнание закона, который они... Да, сталкиваются с проблемами. Хорошо, спасибо вам за ваше мнение. Господин Харасян, я бы предоставил слово у вас. Насчет того, что сказал господин Павлович, насчет проблемы, конечно, вы можете высказаться, сказать свое мнение, и насчет того, насколько вот эта объяснительная работа среди граждан ведется на должном уровне, чтобы они знали о своих правах и возможностях, чтобы при попытке пересечения границы или при попытке взять вот этот президент-карту, вид на жительство и так далее, не было у них проблем. Вот объяснительная работа, насколько правильно ведется среди граждан, и нельзя ли вообще, и этот вопрос к господину Поляну и нашим спикерам в Ереване, нельзя ли вообще сформировать или создать один формуляр, где будет четко указано, как заполнять все эти бланки, чтобы люди знали, как заполнять все эти бланки при попытке подать на резидент-карту, под заявление на получение резидент-карты или виды на жителя, что проблем не было с этими техническими аспектами. Спасибо, вам слово, господин Харатин. Да, спасибо, приветствую вас всех. Значит, наверное, надо начать говорить про основу проблемы. За последние 10-15 лет довольно-таки большое количество джалахетских армян получали и армянское, и российское гражданство, как мы знаем. Это в основном... Мотивации были разные, но в основном это люди, которые ездили на сезонную работу в Россию, и поэтому получали эти паспорта. И грузинская сторона в одностороннем порядке лишила их грузинских паспортов. Здесь были в основном мужчины, которые ездили работать. И сейчас, когда после ассоциативного договора, после того, как новое законодательство было принято на то, какие статусы могут быть у людей, у разных граждан, и в нашем регионе, и вообще в мире, в Грузии, проблема стала намного важнее, или, скажем так, проблемы выявились довольно-таки открыто. Значит, я не думаю, что тут только незнание законов или прав. Тут проблемы не только врача, а в Афете тут проблемы в бюрократии как таковой в Грузии. Не только армяне, но и многие другие, в том числе и западноевропейские граждане, которые до этого жили и оставались в Грузии по другому статусу, подавали и пробовали получать, значит, новые статусы. Там, не знаю, у них есть профессиональная какая-то, там журналисты мои друзья, которых я знаю здесь, имели огромное количество проблем с получением нового статуса. Значит, это, в общем-то, проблема с бюрократией, проблема, которая должна решиться. И понятно, почему новое законодательство, совершенно очень быстрые изменения, и ситуация, которую мы знаем в Грузии, многонациональная, в Грузии, у которых есть разные паспорты. Кстати, в прошлом году, я знаю, что и на государственном уровне разные делегации, которые приезжали из Армении, договаривались про, как нужно решать вопросы, и какие могут быть там решения. Одна возможность, это возвращение гражданства тем людям, у которых есть семьи. Второе, найти специальный статус, по которому эти люди могут проживать и оставаться в Грузии. Значит, я не знаю, куда на сегодняшний день дошли вот эти процессы, но мы знали, что вот месяца два назад там была передача, которая была сделана Ростовеори, которая рассказывала, какие проблемы там есть. Были на местах проблемы с людьми, которые проживали в Терлахетии, там учительница школы называлась шпенкой, поэтому не давали ей паспорты. Скажем, такие ситуации тоже есть. Я не знаю, с чем это связано, это может быть местная бюрократия, это может быть внутренняя конъюнктура политическая, не уверен. Но вот эта передача стала такой, да, довольно-таки проблематичной, когда вот непонятно, по какой причине там делаются, происходят такие процессы. С Ургани, министр, значит, поехал в Терлахетию, и было показано, что на самом высоком уровне проблему хотят лежить, что позитивно, и я думаю, что на самом деле правительство хочет и пробует найти решение в этом смысле, но кроме того, что есть бюрократическая проблема в общем с новым законом, надо и рассматривать какие-то внутренние политические конъюнктуры, которые могут влиять на процесс. Вот настолько я... Ну и плюс, я просто быстро скажу, что там есть и продолжается процесс того, не только из Терлахетии, но и из Билиси, людей, которые получают армянские паспорта, чтобы иметь возможность работать в России. Иногда там, ну, пробуют делать так, чтобы на границе проходили через, используя два паспорта, чтобы не было показано, что у них есть военное гражданство, чтобы их не лишали паспортов. И там тоже по этому же поводу могут появляться новые вопросы, новые проблемы, которые надо будет. Ясно. Спасибо вам большое. Понятно, что все это началось после того, как Бузя начала синхронизировать свое законодательство с европейской в рамках ассоциаций и так далее. Это понятно, но просто это создало как бы чисто технические неудобства для людей, которые имели двойные гражданства. Не только армянские, но и российские. И которые являются чисто социальным моментом, как отмечают многие, чтобы пересечь границу, потому что многие уезжают в Россию или другие страны на заработки. Сейчас вопрос к вам, господин Миносян, по поводу того, насколько армянская сторона учла или при работе с этими гражданами Грузии, которые подавались здесь на получение армянского паспорта, они были информированы, насколько не были информированы насчет вот этих технических моментов и насколько та работа, которая велась с армянской стороной, с грузинской стороной, по поводу улаживания этих проблем, возникших, они достаточны для того, чтобы решить существующие вот эти технические моменты. Спасибо. Я тоже хочу поприветствовать друзей и коллег в Тбилиси. Рад вас видеть. Что касается вашего вопроса, то в той части, в которой касалось технических аспектов, в первую очередь и в Армении, я думаю, что и в Грузии на этом уровне, вопрос был задан, насколько эффективно. Я думаю, что если проблема возникла и проблема касалась тысяч, если не десятков тысяч, учитывая членов семей людей, это говорит о том, что на техническом уровне работа не была проделана настолько эффективно. С другой стороны, надо отметить, что то, что касалось на, как называемом, политическом уровне, уровне межгосударственного согласования, то тут как раз я особой проблемы не вижу. Если во всей этой ситуации, которая действительно причинила достаточно серьезные неудобства многим людям в достаточно долгой перспективе, и была какая-то положительная сторона, так это то, что данная ситуация и процесс ее разруливания, который все еще продолжается, я думаю, что еще многочисленные и технические вопросы надо будет согласовать и грузинской стороне, и армянской стороне, и также самим гражданам, так то, что этот процесс практически не политизировался, было продемонстрировано, в первую очередь, с грузинской стороны, понимание, во-первых, важности для армян, но в первую очередь для армян, я думаю, что примерно такая же ситуация видимо была и в Азербайджан населенных районах Крема-Картли, в той или иной степени, что эта проблема очень серьезная социально-экономической точки зрения, была продемонстрирована политическая воля, и, как было уже сказано, был осуществлен визит и министра юстиции, и на всех уровнях, то есть проблема на пути решения, другое дело, что там существуют значительные проблемы, которые связаны и с нынешней конституционной базой в Грузии, как вы знаете, Грузия не позволяет двойное гражданство, кроме тех случаев, когда гражданство уже присуждается дополнительно уже указом президента Грузии, и кроме этого, армянское общество практически незамеченным прошло, ну понятно, был интерес, было некое, скажем так, озабоченность этими процессами, но армянское общество не обратило внимание на то, что вообще такого рода проблемы, проблемы и с двойным гражданством, и с предоставлением третьими странами, в том числе и, в первую очередь, Россия и гражданство жителям Грузии, это очень щепетительная и очень болезненная для Грузии тема. В первую очередь, она связана с тем негативным наследием, которое было связано с Абхазией и Южной Осетии, поэтому в этом вопросе вполне ожидаемо было, что грузинское общество также могло быть более настороженным, но, как показали эти события, данная проблема конкретно не была политизирована, воспринята нынешней грузинской политической элитой, и мы видим конкретные шаги, конкретные действия связаны по разруливанию этой ситуации, тем более, что всем понятно и, скажем так, властям в регионе, и центральным властям Грузии, что эта проблема объективная, что эта проблема она вызвана особенностями социально-экономического развития постсоветской Грузии, потому что многие из этих людей были вынуждены в 90-е годы под социально-экономическим процессом покинуть Грузию в первую очередь для заработков в России и в других постсоветских странах, с другой стороны после того, как в 2001-2002 годах был введен визовый визовый режим между Россией и Грузией. Для этих людей было очень сложно с грузинскими паспортами найти работу в России, то есть фактически можно сказать, что грузинский гражданство, грузинский паспорт был своего рода волчьим билетом для этих граждан Грузии, живущих и работающих в России, поэтому они пытались находить некие механизмы как бы приспосабленные к этой ситуации, в том числе и через получение армянского гражданства. И что также очень важно отметить, это касалось не только этнических армян, жителей Джавахити, я знаю, что достаточно серьезное количество также этнических грузин из других регионов Грузии также сталкиваются с этой проблемой, потому что они также, исходя из необходимости облегчения своей работы и трудоустройства в России, также получали в том числе и армянское гражданство, как хочет, и российское. Я думаю, что вся эта ситуация, как уже сказал, при всем том, что процесс еще не закончен и процесс еще, естественно, должен продолжаться и будут еще многочисленные бюрократические, технические проблемы, как на местном уровне, так и, может быть, на уровне центральной власти, но продемонстрированный грузинской стороной позитивное понимание и готовность к решению этой проблемы, она не осталась в том числе незамеченной и со стороны официального Еревана, и я думаю, что это очень важно и особенно в этот достаточно чувствительный и для Армении, и для Грузии региональном контексте такого рода позитивное сотрудничество, оно еще более значимо. спасибо вам большое, Женя, я предоставляю слово вам по поводу вашего мнения по поводу проблемы и вообще процесса решения вот этой проблемы, она достаточно, поведенная работа достаточно для то есть синхронно на существующие проблемы, она решает проблему? Спасибо, слышно? Приветствую тбилийских коллег, а также коллег-журналистов, которые находятся в Ереване. Отмечу, что данная тема в принципе она не нова, еще напомню всем 2012 год, во власти был Саакашвили и его команда, Грузия начала переговоры с ЕС по либерализации, начала вести переговоры, получила добро от Еврокомиссии в 2013 году и отмечу, что как раз новое миграционное законодательство вошло в первую фазу переговоров Грузии с ЕС по ливерализации визового режима, которому дали добро 29 октября 2014 года. По этому же закону Бедина Иванишвили, когда вошел в предвыборную гонку, был лишен гражданства, то есть он, этот закон начал функционировать, то есть имплементироваться еще при Саакашвили, когда первой волной 30 тысяч человек были лишены, получили письма счастья так называемые, были лишены гражданства, в которых, кстати, интересно то, что из 30 тысяч только 5 тысяч были этническими армянами, то есть представьте, каково количество людей, которые имеют другие гражданства, в первую очередь российское. Проблема есть в знании языка, как армянского, так и грузинского, то есть если тбилисская армянская диаспора, она интегрирована и владеет языком, но она не владеет армянским языком, поэтому, когда данные граждане Грузии получали в Армении, заполняли документы, несмотря на то, что там есть специальный пункт, где отмечено, что я понимаю, что моя страна не имеет закона о двойном гражданстве с Арменией, они этот пункт не замечали и они не были осведомлены о том, что вот, мне кажется, что вот эта проблема существует, то есть здесь, когда принимаются документы, нужно в очередной раз напоминать гражданам Грузии, что они могут иметь проблемы впоследствии. Есть проблемы с сознанием грузинского языка, когда вот в этой ситуации многие армяне в Джавахете не могут на должном уровне заполнить документы, то есть, потому что там определенное количество документов, специфических, их надо заполнить, чтобы безукоризненно было, чтобы приняли документы, поэтому сотни подобных заявлений не рассматриваются и идет вторая фаза, то есть заново, чтобы они подавали. Скажу, что по новому законодательству есть несколько видов возможностей проживания в Грузии. В первую очередь, если человек собирается жить, оставаться в Грузии более 90 дней в течение 180, он должен подавать в стране своей, откуда он едет, документы на получение, иммиграционной визы. Если вот по тому же законодательству, если человек проживает и въехал в Грузию после 17 марта прошлого года, данный человек имеет право, не выезжая из страны, подать документы в Дом юстиции и получить либо иммиграционную визу, либо временный вид на жительство, который в дальнейшем, через 5 лет, он может продлить, сделать бессрочным, либо подать на второе гражданство. На сегодняшний день вопрос, в принципе, с двух сторон. Коллеги, я извиняюсь, что вклинивают нас в раку. Что? Проблемы со связью, да, наверное? А, хорошо. Вот. И в этой связи отмечу, что после принятия данного закона, который вошел в силу в 1 сентября прошлого года, был значительный спад туристов в Грузию, особенно пришлось на страны Ближнего Востока, то есть это в первую очередь Иран, на 70 процентов упал поток туристов, есть проблемы и с китайскими гражданами, плюс инвесторы начали выезжать из страны. И уже в конце года была зафиксирована эта проблема, относительно которой уже даже и министр экономики заявил, что они могли переборщить. И я скажу, что это не в первую очередь благодаря вмешательству армянской стороны все произошло, потому что все-таки грузинская сторона осознала, что подобные жесткие меры были преждевременные и, скорее всего, они не были готовы к этому ко всему. Плюс еще прибавляются проблемы армян в Грузии, армянская сторона их поднимает и получается, что вот очень гладко все эти вопросы начали разруливаться и разрешаться. Спасибо. Господин Палян, вы слышали мнение здесь присутствующих. Я бы хотел, чтобы вы их комментировали, если, конечно, у вас вы зафиксировали. И если можно, один вопрос такой. Какие основные проблемные моменты еще остались, которые необходимо решать? Здесь были эксперты заговорили о бюрократических проволочках и так далее. Какие вот четко, чтобы, да, какие основные моменты остались, чтобы их решать для того, чтобы эти люди нормально, без особых бюрократических проволочек могли получать или вида на жительство или другие документы, чтобы оставаться в бессрочном плане, да, там оставаться и созидать или, в общем, продолжать свою жизнедеятельность в Грузии. И если можно, также представьте очень четко, какие шаги люди, которые сталкивались с этой проблемой, должны предпринимать, то есть, куда обратиться, что заполнять, как делать, чтобы людей, чтобы вот и как бы наш эфир, наше обсуждение как бы как-то способствовало повышению информированности вот этих граждан, да? Ну, значит, что касается закона, я хочу сказать, что там наши граждане, вообще люди, не имели проблемы с юридической точки зрения. Насчет того, сколько они знали, сколько не знали, я хочу сказать, отметить, что этот закон приняли 17 марта, вошел в силу в сентябре и начал действовать с 1 декабря. То есть, мы все это время людям объяснили. С нашей стороны были разные, были разные буклеты насчет этих. И была всегда различная работа, что с 1 декабря этот закон войдет в силу и будут технические проблемы. Насчет юридических у нас закона нету, потому что те люди, которые проживают в нашем регионе, они имеют основания для получения битв на жительство. Для того, что мы сделали, я хочу сказать, что с первого дня, когда эта проблема реально начала действовать с 1 декабря, когда уже начали действовать закон. То есть, до этого люди не верили, что этот закон будет работать, так сказать. Были такие впечатления, что, наверное, что-то изменяется. И после этого, с 1 декабря начался этот процесс. Мы начали принять документы, что касается министерства юстиции, были в курсе. И руководство, и сама министр, она приехала и на месте все технические вопросы, что остались на месте, она тоже решила. И во время этого визита также решилась в Ахалкалаке построить новый дом юстиции. это для региона очень хорошая вещь, там будут построены, и там наши сервисы, сервисы министерства юстиции будут добавляться. Доступными, да? Да, они должны поехать в Тбилиси и в дом юстиции все это делать. Это тоже технические проблемы, которые решились. Я хочу сказать, что вы знали, как у нас это все происходило. Я хочу циклы здесь сказать. С 1 сентября до сегодняшнего дня у нас было предоставлено гражданам других государств, гражданам Армении, точнее, 3149 вид на жительство. И от этих были отказы только 23. Эти отказы в основном были проблемы с документами и проблемы с незнанием закона. Это очень мало, по-моему. А сколько гражданств было возвращено или не было вот этого? Гражданство тоже было, то есть не хочется сказать двойное гражданство. Да, двойное гражданство. Был ли случай, когда были просто вручения этим людям гражданства? Вручения этим людям двойное гражданство этот процесс сейчас тоже продолжается. Но насчет двойное гражданство я хочу сказать следующее. Насчет прекращения, когда наши коллеги здесь сказали, что идет прекращение гражданства Грузии. Я хочу сказать, уверить, что с нашей стороны нет такой политики, чтобы мы искали, что имеет он другое гражданство и так далее. Примедительное прекращение с нашей стороны не было. Таких фактов вообще не было. Знаете, что творится с 1 сентября? Вы, наверное, можете знать, в России вошел в силу закон о том, что если граждане России имеют двойное гражданство, то он там будет отштрафован 200 тысяч лари и лишение гражданства в России. Так как у нас Джавахетские, Саабская Джавахетские, многие люди уже годами проживали в России, отсюда уехали 20 лет, 15 лет, и этот закон вошел в силу 1 октября. И после того, как вошел в силу 1 октября, у нас начался поток людей, поток телефонных звонков, что они хотят лишиться гражданства грузинской, чтобы они не имели проблемы с Россией. Просто этот преимуществен времени совпал с этим нашим законом ужесточения миграционной политики. Такое впечатление, что это было из-за грузинского закона. И в это время, с сентября до сегодняшнего дня, было 510 прекращений гражданства. Но все они были только по заявлению гражданина. Грузии и много из них были по доверенности. Потому что они все жили в России, 20 лет там жили. сейчас, когда этот закон уже начал действовать, они испугаются. И отсюда здесь у нас в Грузии делают прекращение гражданства. Вот это прекращение гражданства большая доля этих граждан в России. Сейчас очень многие не хотят двойного гражданства. Так как многие ... Я прошу вас просто обратите внимание на ту часть вопроса, которую я задал относительно того, какие действия должны предпринимать имевшие проблемы с этим двойным гражданством или лишенные гражданства людей Джавахетти. Какие конкретные действия, куда обратиться, что заполнить, информированность этих людей. Ситуация достаточно понятная. Мы обрисовали ситуацию. Сейчас хотелось бы отметь, чтобы от вас услышать, куда обратиться, как обратиться, что заполнить и кому передать. Спасибо. Спасибо. Те граждане, которые пока остались, и я могу, я заверяю, что очень мало остались такие граждане, они могут обращаться территориальные органы наших в Ниноцминде, в Ахалкалахе, в Ахалците, Аспинде, в регионах и там они могут заполнять, они будут заполнять, там вопросник, который даже, они могут заполнять на русском языке, понятном языке, не только на грузинском языке можно заполнять, заполнять можно на русском и на английском языке, который для гражданина, для человека более удобен. И там на месте уже, я уже сказал, есть брошюра, где все написано досконально, что за документы нужно для получения жительства или двойного гражданства и они могут получать. И это делается, этот процесс продолжается. У нас проблемных таких вопросов нету с точки зрения технического характера. Они только должны обращаться. Знаете, они все говорят, что это сейчас проблема, проблема, я говорю, что это была проблема, но сейчас это проблема еще. Потому что эти люди уже могут ходить в школу. Раньше без регистрации человек, гражданин другого государства не мог ходить в школу, не мог социальную какую-то помощь получить, даже медицинская помощь, все это связано было с регистрацией. И они не могли доказать, человек, гражданин Армении, например, проживал в Ахалкалаке 10 лет или 15 лет вообще Армении не проживал, просто здесь проживал, там паспорт армянский во время Советского Союза получил. И он сейчас до этого момента не мог доказать, что он проживает, он имеет регистрации. От этого регистрации он не мог реализовать свои гражданские права, не гражданина, как обыкновение права. Но после этого сейчас все они уже зарегистрированы и очень сейчас легко им работать, оформлять земли, оформлять дома, оформлять машины. Окей, спасибо. Спасибо вам большое. У нас на площадке есть вопрос к вам, Джонни Медикян. Задайте ваш вопрос. Я хотел бы задать вопрос насчет того, что доходит информация о том, что Департамент конституционной безопасности временами отказывает некоторым гражданам в получении вида на жительство, двойного гражданства, иммиграционной визы. Я даже помню такой интересный случай, когда новоназначенный директор Национального демократического института США в Грузии ее детям отказали в получении визы из-за того, что они могли навредить национальным интересам страны. То есть всегда мотивировка же идет исходя из вопросов национальной безопасности. То есть как на этом уровне вопросы решать? То есть если человеку отказали, как дальше ему поступить и вообще как это все регулируется? Потому что если не объясняют, мотивируют национальной безопасностью, все мы понимаем, что очень сложно что-то делать после этого. Спасибо. Я хочу сказать, что вот эти цифры, которые сейчас существуют, что из-за 3149 получили отказы 23, и большинство от этих отказов по техническому характеру, я думаю, этот вопрос тоже уже не так актуален. хорошо, есть ли в студии вопросы к нашим спикерам? Есть? Пожалуйста, берите микрофон, представьтесь и задавайте вас вопрос. Вы можете, если вам удобно на армянском, на армянском задавайте, я перевожу, если что. Я на армянском, то я не в Но мы не знаем, что мы не знаем, что любые люди, которые не знают, что они не знают, что они не знают, что их не знают. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Спасибо за вопрос, я просто напомню, просто там работает камера так же, в грузинской стороне, по-моему, работает камера, просто я переведу вопросы для того, чтобы их аудитории было понятно. Вопросы касались того, если люди обратились один раз и получили отказ, что будут делать после этого, и с этим возникают и финансовые проблемы, потому что они конкретные госпошли не платят. И еще второй вопрос относительно того, нельзя ли для людей, которые сталкивались в джабах этим таким проблемам, они жалуются на то, что вот эти виды нажительства, это временные документы, и нельзя ли выработать какой-то новый метод, подход, для того, чтобы эти люди получали определенные другие документы, которые не были бы временными, а были как бы бессрочными. Спасибо. Первый вопрос насчет отказа. Я хочу сказать, что после того, как вот эти проблемы уже были, были жалобы на же деньги, чтобы они заплатили заново, министр юстиции принял решение, и все, которые сдали документы и получили отказ, они сдали документы повторные, и по указу министров они уже не заплатили ту сумму, которую они должны были заплатить. То есть для них это вид на жительство они получили бесплатно, и этот процесс тоже, по-моему, уже решен. А что касается вид на жительство, вид на жительство, то есть временное вид на жительство, да, у нас в законодательстве существует два типа вид на жительство, ну не два, точнее, более семи там, но в основном ахалкалаки используют вид на жительство, постоянное вид на жительство и временное вид на жительство, в основном, и есть там другие вид на жительство, значит, работы, учеба и так далее. Ахалкалаки, два вид на жительство, и они в основном, временное вид на жительство, они получают, когда они были граждане Грузии, и вышли из гражданства Грузии, и опять создают документы. А постоянное вид на жительство получают те, которые имеют здесь родственники, так как все они, воссоединение с ними, да, так как все они были, у нас есть родственники, они все, ну, большинство получают вид на жительство, постоянное вид на жительство, а постоянное вид на жительство, это гарантия человека, для граждан, что он постоянно проживал на территории Грузии, и я по этому вопросу никаких проблем не вижу. А что касается временного проживания, временного вид на жительство, у которых нет оснований для получения постоянного вид на жительство, Они получают вид на жительство в основном на 5 лет, и после 5 лет они могут сдать документы и получить постоянное вид на жительство. И те люди, которые сейчас получили временное вид на жительство, так как они быстро хотели получить временное вид на жительство, они могут сейчас обращаться опять и получить постоянное вид на жительство, если у них нет оснований для получения постоянного вид на жительство. То есть такой проблем для конкретно для Санкт-Петербурга, я вижу. спасибо я если уточняющий вопрос а они говорили что это тоже по сути временный документ второй тип который то есть им нужно вы точнее сказать им нужен новый по новый паспорт чтобы обосноваться там и никаких как бы у них есть определенное опасение что в случае каких-то перемен законодательных они могут быть лишены этого документа если так и опасения нет это я понял вопрос временно они часто понимают что что написано на документах то есть они увидят что там написано на 5 лет они думают что это на 5 лет они часто спрашивают почему на 5 лет не объясняем это что это не на 5 лет это 5 лет паспорт на 5 лет значит паспорта гражданам грузии тоже на 5 лет на 10 лет это технический вопрос и да часто они ошибаются и говорят что почему меня временное проживание как так 21 год то это не так это я могу верить вас что такого нету это время это получают они постоянное разрешение после разрешения получает это корочка так называемый документ регистрация а этот документ столько лет нужно поменять сколько у него срок это уже вопрос технический спасибо и такой резюмирующий вопрос можно сказать так как процесс продолжается и многие граждане в том числе армянского происхождения груди продолжает подать в армении на гражданство получают гражданство что они должны делать и при этом сохраняют свое грузинское гражданство что они должны делать чтобы не бить сначала лишенными вот этого грузинского граждана потом гражданство потом подать на на то чтобы получить виды на жительстве так далее если такой механизм чтобы они пришли в грузию я не знаю известили грузинская граждан власти о том что вот у нас есть и армянское гражданство и я них сохранили оба гражданства то есть оба паспорта если такой механизм как им бить людям которые уже получили имеет при себе вот эти два паспорта если они получили гражданство в грузии у нас в конституции это пока вопрос не разрешен то есть двойное гражданство получается они имеют право только обращаться к нам для того чтобы получить двойное гражданство но я хочу опять сказать мы не заинтересованы чтобы лишить им гражданство это происходит у нас добровольной основе как так показывают цифры что они все заявлены заявляют о прекращении гражданства так как многие армян армянские граждане они дальнейшем хотят получить российскую там бить на жительство и гражданство и они тоже хотят что здесь были у них чисто по грузии то есть грузийское гражданство чтобы они россию не имели проблем у нас массового проблема такого не существует газа существует люди которые хотят отказаться и это только по их желанию по их заявление все они по заявлению по доверности я правильно понял господин поляне если они придут грузию соответствующие органы власти заявят о том что у них оба документа есть при себе они не будут лишены грузинского гражданства это так или они что-то должны делать для того чтобы не быть лишенными или они все таки будут лишены этого гражданства и будут подать на виды на жительство если они обращаются официально то они должны обращаться на двойное гражданство чтобы получить двойное гражданство и будет решено либо им это дадут либо не дадут на сегодняшний день я просто быстро на сегодняшний день люди у которых есть армянское гражданство скажем меня российская честь чтобы поехать там работать в россию они что делают они переходят границу честь со своим грузинским паспортом вылетают из армении со своим армянским паспортом приезжают обратно и будто бы они были все это время в армении на сегодняшний день чтобы не лишиться гражданства вот такими путями люди работают это факт я вижу это в Тбилиси я вижу это в других районах Грузии так что я считаю что тут на самом деле есть наверное проблема с несуществующим механизмом того как 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 прийти вот в такой ситуации чтобы было ясно чтобы либо тебя тебя решат паспорт если будет у тебя другой либо будет такой очень четкий механизм по которому люди смогут сохранять свои возможности это у нас написано на конституции и это конституционный вопрос понятно спасибо вам и если кто то еще хочет веревание высказаться по этим вопросам пожалуйста если нет то мы перейдем к как бы заключительной части нашего мероприятия если есть какие то комментарии или вопросы прошу вас если нет тогда я я бы хотел чтобы все наши эксперты заключительным кто имеет конечно заключительное слово резюмирующая по поводу нашего обсуждения насколько она была эффективной или менее эффективной пожалуйста вы скажите ну согласен с господином харатья нам действительно чтобы не лишиться нужно не попадаться пока что законодательные вот эти инициативы в грузии не разрешены то есть в двойное гражданство пока что не принято не в обиду будет второму коллеге это все конечно же но так как этот вопрос социальных и он касается людей которые зарабатывают на жизнь если государство не может им предоставить возможность зарабатывания денег то они пользуются теми возможностями которые имеют и на сегодняшний день имеют определенные проблемы то есть есть мониторинг на границе то есть не надо армянским паспортом переезжать на территории грузии и этим всем вопрос будет решен то есть его этой проблемы не будет тема очень актуальна обсуждение было очень продуктивным спасибо большое тбилисским коллегам ереванским коллегам и организаторам спасибо большое спасибо если есть какие-то другие мнения пожалуйста пожалуйста господин поднял насчет тех которые вы сказали наш эксперт они могут все обращаться наши территориальные офисы и чтобы узаконить они могут дать документы получить свои гражданства я хочу сказать что для нас самое главное чтобы все они документировались и для этого я добавлю что уже с этого дня начинается в везде в грузии мы выдаем бесплатные свидетельства бесплатные наши внутренние паспорта удостоверение личности это тоже мы делаем для того чтобы ни один гражданин то есть гражданин или не гражданин проживающей территории не остаться без документов это важно для государства и гражданин и это важно для нас чтобы мы могли осуществлять все эти договора которые связаны с евросоюзом хорошо спасибо вам большое я выражаю мою благодарность нашим спикером грузии и в ереване я просто напомню что обсуждение было организовано организовано соорганизованным можно сказать ереванским офисом и ереванским офисом британского института по освещению войны и мира а также медиа центром и на наших площадках грузии и в ереване мы обсудим обсудили тему ужесточения миграционного законодательства грузии и проблемы местных местной армянской общины и у нас на площадках и ливане в грузии находились рубен полян арсен харатьян сергей миносян и джонни меликян я благодарен вам за встречу и за ваше мнение спасибо вам большое